Я живу в этих мирах просто, понимаете, я чувствую эти миры. Волоковский художник-любитель Сергей Перов пишет только иные миры. Все они возникают в его сознании и буквально требуют того, чтобы их перенесли на холст. На одних картинах дальние планеты и солнце, на других инопланетные города. Есть заселенные планеты, правда, я смотрю на них издалека. Вот есть картины, где внеземные города существуют, но я не прихожу туда. Это моя, так сказать, функция. Я вижу то, что я хочу видеть со стороны. Сам Сергей Яковлевич – человек, в котором в буквальном смысле сосуществуют физик и лирик. По образованию он астрофизик, по зову души художник. Наблюдая за звездным небом в телескоп, Перов представлял, что же там, в далеком космосе. И воображение рисовало иные миры, иные цвета, иные очертания. Одно дополняет другое. Я, наоборот, вижу в этом творчестве проникновение в те миры, которые недоступны телескопу. У каждой из этих написанных миров есть нечистая фантазия, такая вот космическая фантазия. Понимаете, просто что угодно пишешь. Здесь вопрос в другом. Здесь вопрос в том, что я пишу то, что я как физик вижу эти миры. Пропорции, цвета, краски, где какие космические объекты должны находиться. Фактически это идёт моделирование миров. Создание параллельных миров – дело непростое. Надо всё продумать, представить и даже мысленно перенестись в новую вселенную. Поэтому и времени на это у художника уходит достаточно много. В среднем у меня на картину уходит 3-4. Но я обдумываю картины долго. И их нашу очень долго. Вот сейчас я до этих пор нашу одну картину, которую никак не могу написать. Это было как озарение. Вспыхнул мир передо мной. Ну, лет 20 нашу эту картину. Никак не могу подступиться. То есть, подступаясь, начинаю писать, получается не то, что хочу. Свои работы Сергей Перов представил на выставке, которая посвящена годовщине первого полёта человека в космос. В соседнем зале – работы одного из родоначальников космического направления в живописи Геннадия Голобокова, а также мастеров Международной ассоциации астрономических художников, в которую входил даже космонавт Алексей Леонов. Побывать в инопланетных мирах смогут все посетители выставки. Она будет работать в городском выставочном зале до 30 апреля.